За год мошенникам удалось лишить квартир двух жителей Петродворцового района. В обоих случаях были возбуждены уголовные дела. Ведется расследование. По данным прокуратуры Петродворцового района, в первом случае мошенники ввели потерпевшего в заблуждение, пообещав отдать деньги за жилье после оформления договора дарения. Но слова не сдержали. В итоге человек и квартиру потерял, и ни копейки не получил. Во втором случае действовала целая группа злоумышленников. Квартиру мошенникам удалось заполучить благодаря поддельному документу. Причем прокурору уверены, многие из подобных преступлений имеют коррупционную составляющую. Некоторые должностные лица за взятку дают злоумышленникам наводку, помогают подделывать документы или проводят незаконные сделки. Тем не менее, привлечь таких преступников к ответственности обычно удается. Однако не все злоумышленники садятся за решетку. Люди обращаются в правоохранительные органы, и действительно проверить их доводы о том, что было мошенничество, весьма затруднительно. Бывают случаи, когда люди пишут расписки, не получая денег. Рассчитывают на то, что будет лицо причем к ответственности, будет возбуждено дело. Трудно очень. Всего в прошлом году в районе было возбуждено 42 уголовных дела по факту мошенничества. Из них каждая пятая раскрыта. Остальные находятся в процессе расследования. Сотрудники прокуратуры просят людей быть более бдительными и не доверять незнакомым людям, и в частности тем, кто предлагает чудодейственные лекарства, а также быстро и дешево снять порчу или погадать.